Вот так окончание проповеди. Дом рухнул с великим грохотом. Бум, конец, крах. Полное разрушение, руины, не подлежащие восстановлению. Почему Иисус закончил свою проповедь именно так? Тем, кто сидел перед Ним на холме на северо-западе от Капернаума, нужно было принять решение. В толпе были религиозные люди и не очень религиозные. Иисус видит, куда ведет их жизненный путь, и Он любит их. На кону их вечность. Если они не будут внимательны, то придут жизненные бури, а их дома сравняются с землей. Так что же им делать? Как поступить мудро? Пастор и автор Энди Стэнли в своей новой книге «Лучшие решения. Меньше сожалений» предлагает нам поставить себе пять вопросов, чтобы принять правильное решение. Номер один. Честен ли я самим собой? Номер два. Какую историю я хочу рассказать? Номер три. Есть ли какая-то напряженность, требующая моего внимания? Номер четыре. Чего требует от меня любовь? И номер пять. Как поступить мудро? И все эти пять вопросов можно применить к нашему сегодняшнему отрывку. Если посмотреть на ваш жизненный путь, на дорогу, которую вы избрали, вы честны с собой или обманываете себя? Куда в конце концов приведет вас эта дорога? Возникает ли внутри вас напряженность, когда вы думаете о направлении вашего жизненного пути? Куда нужно двигаться дальше, чтобы это было проявлением любви к вам и к окружающим? Какой мудрый шаг вы можете сделать прямо сейчас? Как я уже говорил, наш сегодняшний отрывок — это завершение Нагорной проповеди Иисуса. Последние слова очень важны. Иисус заканчивает свою проповедь притчей. Он сравнивает двух строителей и их дома. Там есть два основания — твердый камень и сыпучий песок. Предложена ситуация, и нужно принять решение. Иисус понимает, что все мы имеем какое-то основание в жизни. Мы не можем избежать этого. Каждый человек имеет какое-то убеждение о том, что хорошо, а что плохо, что истинно, а что ложно. Каждый имеет какие-то верования о спасении. Каждый имеет какие-то мысли о будущем. Каждый имеет свои убеждения о том, что стоит, а что нет. Но каков мудрый путь? Этот вопрос задает Библия. Это наш вопрос. Как мы уже говорили ранее, свою проповедь Иисус произнес на холме, на северо-западе от Капернаума, откуда его слушатели могли видеть Галилейское море. В летние месяцы песок вокруг Галилейского моря был твердым сверху, и глупые строители строили на этом затвердевшем песке. Но мудрых строителей нельзя было обмануть поверхностными данными. Мудрые строители знали, что им нужно копать на глубину 3 метра до коренной породы, чтобы можно было установить надежный фундамент для дома. В хорошую погоду каждый дом выглядел надежным. Но что происходило, когда приходили ветры и дожди, когда река Иордан начинала наполнять Галилейское море, которое потом начинало выходить из берегов? Моя подруга, Эвелин, учитель нашего детского служения, поможет нам представить, что происходило, когда начинались проливные дожди. Эвелин, помоги нам понять, что тогда происходило, когда начинались проливные дожди. Дождь льет, как из ведра. Один дом стоит, а другой нет. Это настоящий потоп. Спасибо, Эвелин. Какой дом устоял, а какой нет? Устоял тот, что на камне, а тот, что на песке, рухнул. Вы заметили, что оба дома столкнулись с одним и тем же ливнем? Дождь бьет по крыше, волны ударяются об основание дома, ветер бьется о стены, и разница только в фундаменте. Несколько недель назад на штат Техас обрушились неожиданные сильные и холодные зимние ветры. Система электроснабжения не выдержала. Были массовые отключения. Лопались трубы. Люди неделями сидели без света и воды. Поставки еды были нарушены. Вакцина была доставлена с опозданием. Скворцы погибли. В интервью на одном из телеканалов Билла Гейтса спросили, почему так произошло. Он ответил весьма равнодушно. Генераторы не были готовы к такой погоде. Те же генераторы, что используются в Техасе, используются и на Аляске. Но Техас не подготовился к снежной буре такой силы. У Техаса не было нужного основания, чтобы пережить сильную зимнюю бурю. Иисус сказал, что мудрые люди строят одним способом, а глупые другим. Он говорит, выбирайте мудрый путь, какой бы ни была погода вокруг, выбирайте мудрый путь. А какой путь мудрый? Две тысячи лет назад на том холме Иисус изложил нам прекрасный мудрый путь. Он сравнил свое царство и культуру небес с культурой земли. Он сравнил путь жизни и путь смерти. Он сказал, что в небесной культуре люди нищие духом. Они признают свое духовное банкротство и огорчены своей греховностью. В смирении они жаждут Божьей праведности и знают, что ее можно найти только в Иисусе, поскольку они испытали на себе милость. Они проявляют милость к другим. Их жизнь излучает свет и красоту Иисуса посреди тьмы. С другой стороны, культура земных людей совершенно другая. Они надменные, самоправедные, осуждающие, немилосердные, испорченные, лицемерные и враждебные. Они хотят, чтобы весь свет светил на них. А люди с культурой небес стремятся к тому, что говорит Слово Божье. Когда они видят, как другие люди злятся или обижаются, они смиряют себя и ищут примирения. Когда они смотрят на другого человека с похотью, то не пытаются как-то оправдать себя, а просят об очищающем действии Святого Духа. Когда с ними поступает несправедливо, они стараются прощать и благословлять. Они проявляют любовь даже к своим врагам. А люди с земной культурой оправдывают свой гнев и горечь. Они считают, что имеют право удаляться от тех, кто не приносит им никакой пользы. Они общаются только с такими, как они и с теми, кто добр к ним. Их праведность служит им. Люди с культурой небес дают щедро. Их благодарности к Отцу и молятся о том, чтобы хотя бы просто быть с Отцом. А также постятся, чтобы привести свое сердце в согласие с сердцем Отца. А люди земной культурой дают, молятся и постятся, чтобы их увидели. Все ради того, чтобы быть замеченными. Они делают что-то для Бога и для других, чтобы получить что-то от Бога взамен. Люди с культурой небес хотят, чтобы Бог прославлялся, чтобы продвигалось Божье Царство, чтобы Божья воля исполнилась на земле, как и на небе. Люди земной культуры молятся о том, чтобы Бог защитил их репутацию, помог им построить их царство и исполнял их волю. Люди с культурой небес больше всего хотят отношений с Богом. Они знают, что Бог их обеспечитель. Поэтому они смирно спят, зная, что Бог принесет в их жизнь все, что необходимо. Он даст им хорошие дары. Люди земной культуры всем сердцем держатся за то, что им ценно. За свои достижения, имущество, деньги и власть. Они переживают даже из-за элементарных вещей. Люди с культурой небес не осуждают других, но умеют разбираться в людях. Люди с земной культурой сверх критичны, осудительны, не сдержаны и высокомерны. И на протяжении всей проповеди можно заметить вопрос Иисуса к Его служителям. Они хотят выбрать прекрасный путь, путь небесной культуры. Или же они хотят культуры небес, то есть своего собственного царства и своих путей. Апостол Павел пишет в Ефесянам 5.15 и 5.17. Итак, смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познайте, что есть воля Божья. Слова Иисуса открывают нам волю Отца. Путь мудрости, решения за нами, какой путь выбирать. Красивый путь Иисуса, небес и нашего небесного Отца, или земной путь, путь общественного мнения, путь толпы. Нам нужен дом, который выстоит в шторм или хижина, которая рухнет, когда начнется ветер. Мы хотим жизнь или смерть? Нужно выбирать. Иисус сказал, выбирайте исполнять волю Отца, а не просто знать ее. Выберите исполнение воли Божьей. Вы спросите, а как выбрать волю Отца? В Матвея 7, 24, 27 Иисус сопоставляет слышание и делание. Слушатели сидят вместе на склоне горы перед Иисусом. В наши дни они сидят на церковных скамейках. Они посещают собрания, слушают онлайн проповеди, заявляют о своей вере и наслаждаются Иисусом в маленьких разбавленных дозах. Они публично выражают свое мнение в социальных сетях, чтобы продемонстрировать хороший характер. Они хотят показать, что у них правильное мнение, но они не знают Иисуса и не практикуют Его слова. Яков брат Иисуса пишет в Яковом 1.22 «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». То есть дело не только в том, чтобы слушать, изучать, размышлять и анализировать Слово Божье. Дело не только в том, чтобы быть милым, знающим и уважающим, а в том, чтобы практиковать слова Иисуса. Отличительная черта последователей Иисуса это полное повиновение воле Отца. Они отворачиваются от своих путей и практикуют Божий путь мудрости, но люди земной культуры не видят надобности в том, чтобы подчинять свою волю, каяться или практиковать Божью мудрость. Они требуют своих прав и нацелены на свое благополучие. Они говорят, что они мудрые и достаточно сильные, чтобы построить свое собственное основание для жизни. Вы можете сказать, я хотел бы выбрать путь мудрости и культуру небес, но я понятия не имею, как жить таким образом. Это кажется невозможным для меня. Ключ в том, чтобы найти надежное основание для мудрого пути. Приведу пример. Западный пирс это новый жилой комплекс в новом Вистминстере, прямо на берегу реки. В него входят две башни на 53 или на 43 этажа. В целом это 665 квартир. Стоит ли покупателям переживать, что будет весной, когда вода в реке начнет подниматься? Все зависит от фундамента. Строители месяцами забивали свои сваи ниже дна реки. Фундамент был заложен. Еще один пример это Марина Бэй Сэнс мега популярный курорт в Сингапуре, который был построен в 2010 году. В комплекс входят три башни, объединенные вверху под небесным парком, который способен вместить 3982 человека, а также там есть 150 метровый бассейн. В комплекс входят 2561 гостиничный номер, огромный выставочный центр и торгово-развлекательный центр, музей, большой театр, пятизвездочные рестораны, хрустальные павильоны, художественные выставки и самое большое в мире казино с 500 столами и 1600 игровыми автоматами. Но вот что интересно, все это построено на морской грязи. Построить на морской грязи сложно, но возможно. Огромные цементные цилиндры были опущены на дно океана, затем медленно выкачали воду, а когда частички ила осели, строители продолжали целый год, и только тогда то место было готово к строительству, но все дело в цементных цилиндрах, то есть ключ к успеху любого здания это основание. Этот комплекс в Сингапуре стоит крепко и надежно прямо в морской бухте. Крис Отсен, проповедник четвертого века, комментируя притчу Иисуса о двух основаниях, назвал человека, строящего на песке немолимщимся. Не очень приятный отзыв, но мы должны спросить себя, что является надежным и крепким основанием для мудрого пути? Что служит основанием нашей с вами жизни? Что служит основанием семьи, церковной семьи, города или нации? Евангелие, следующие мирской культуре, очень популярны в наши дни. Некоторые проповедуют такое Евангелие, где вам не нужно никакого основания за пределами вас самих. То есть у жизни нет какого-то конечного направления или важной глобальной цели. Нужно жить сегодняшним днем. Найди свой собственный курс. Определи сам свою личность. Если вам интересна духовность, то развивайте свою собственную духовность. Такой путь мне хорошо знаком, потому что я пробовал так жить. Вы просто пытаетесь поддерживать себя работой, карьерой, отпуском, развлечениями, саморазвитием, медициной, иногда наркотиками, чтобы ваше хрупкое основание никто не заметил. Но такая жизнь лишь увеличивает уровень тревоги никто из нас не способен стать своим собственным богом. Неужели мы и правда хотим положить свое вечное будущее на Евангелие, построенное нами? Еще одно Евангелие, построенное на песке, это религиозное Евангелие. Религиозные люди держатся за доктрины и выполняют какие-то акты. Они хотят быть морально правильными, но они строят на себе. Это их религия, их добрые дела, их праведность. Такими же были религиозные лидеры времен Иисуса. Они были среди тех людей, которым проповедовал Иисус. И в любви Иисус сказал им, ваш религиозный дом рухнет. Так и случилось. Еще одно Евангелие, построенное на песке, это современное прогрессивное Евангелие. Подойдет любое основание, любой подход к жизни имеет право на существование, ведь в итоге все дороги ведут к Богу. Неужели? А как насчет лидеров религиозных культов, которые призывают людей отдать свою жизнь? А как насчет тех религиозных общин, которые насылают проклятие на других? А как насчет тех религий, которые вообще не верят в Бога? Я могу продолжать так очень долго. Такое Евангелие не построено на здравом смысле, понимании или любви. Оно построено на желании быть любимыми и принятыми всеми вокруг. Это Евангелие общественного мнения. Это Евангелие похоже на проповеди лже-пророков из Ветхого Завета. Они говорили народу Израиля, что все будет хорошо и ничего не нужно менять. И вот что сказал Бог о таком Евангелии в Языкиле 13.10 за то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря, мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы каменные градины падете, и бурный ветер разорвет ее, и разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что Я Господь. Все дороги ведут к Богу. Это звучит хорошо и утешающе в богатом и стабильном обществе. Но на самом деле это интеллектуальное и духовное самоубийство. Во время бури такой дом рухнет очень быстро. Итак, где же найти твердое основание для мудрого пути? Что может служить крепким основанием? Только один камень был твердым, надежным и непоколебимым во все века. Это сам Бог. Бог не просит нас стать основанием для собственной жизни, а предлагает себя в качестве основания камня или скалы. В первом Коринфянам 3.11 Павел писал, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строить на Иисусе не значит быть идеальным, а значит осознавать свою нужду в Божьей благодати. Мы становимся на Его путь мудрости. Мы хватаемся за крепкое основание, когда смиряемся и поворачиваем к Иисусу с наших собственных путей. Мы сворачиваем с пути религии или нашей собственной духовности и переходим к Иисусу, к нашему единственному Спасителю, Господу и Путеводителю. В жизни много штормов, волн, дождей, ветров, землетрясений и кризисов. И никому не избежать этой реальности. Вот почему нам нужно размышлять над тем, как мы будем строить. Основным вопросом для нас с вами остается не непредсказуемость будущих штормов, а наше основание. Глупые люди согласны строить на песке. Они не думают, им не хватает понимания, и они принимают глупые решения. Почему? Потому что этот путь кажется им проще. он почти не встречает сопротивления в обществе. Этот путь популярный и удобный. Он кажется понятным и правильным. Но когда придут жизненные бури, а они придут ко всем, их структура и основание никого не обманет. Их дом падет, поэтому выбирайте единственное надежное основание, чтобы не говорила культура вокруг вас. выбирайте единственное надежное основание. Мудрые люди строят свою жизнь на Иисусе, несмотря на погоду в культуре. Те, кто строят свою жизнь на Иисусе, на его твердом камне, устроят, несмотря на зыбучие пески современной культуры, несмотря на все тренды и тенденции. А еще они могут стоять перед Богом в день суда, потому что они стоят в Иисусе. Мудрые люди слышат слова Иисуса и делают их. Они живут на земле в соответствии с культурой небес. Они не живут только сегодняшним днем, но смотрят в будущее, помнят о судном дне и о вечности. Они вошли на путь мудрости через узкие ворота Иисуса, а сейчас они живут на этом узком пути в силе Святого Духа. Именно на этом Иисус закончил свою проповедь. А вы заметили реакцию толпы. Матфея 7.28 «И когда Иисус окончил слова Сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи». Слово «дивился» подразумевает широкий спектр эмоций на слова Иисуса. Это значит, что народ удивлялся, восхищался, был поражен и сильно впечатлен. Думаю, вы поняли. А в Евангелиях народ часто удивлялся словам и действиям Иисуса и спрашивал, откуда у Него такая мудрость. В этих стихах мы читаем, что Он учил их как власть имеющий, а не так, как их книжники. Книжники это те, кто делали копии Священного Писания в Израиле. Они посвящали себя изучению закона и решали, как его следует применять в повседневной жизни. Они выпускали очень много уставов. Среди них были и фарисеи. Они тоже были в толпе. В чем же разница между Иисусом и книжниками? Книжники в основном занимались заучиванием наизусть традиций и обычаев. Они получали власть, цитируя тех, кто когда-то был у власти, и формулируя новые интерпретации этих правил для своего времени. Но сила откровения и слова Божьего была ими утрачена. Книжники говорили от имени других авторитетных людей, а у Иисуса была его собственная власть и авторитет. Поэтому, слушая Иисуса, люди думали, кто этот учитель? Он говорит с властью от Бога. Кем Иисус открылся им в Нагорной проповеди? Именно на этот вопрос им нужно было ответить, чтобы встать на путь мудрости. Кто такой Иисус? На прошлое Рождество одно известное издание изучило популярность Иисуса среди населения Канады, и, согласно опросу общественного мнения, около 73% канадцев имеют положительное отношение к Иисусу. Любопытно, что мусульмане отзывались об Иисусе более позитивно, чем католики, но немного менее позитивно, чем протестанты. Это исследование натолкнуло меня на такой вопрос, о каком Иисусе думали люди, когда их опрашивали. Они думали о Нем как о примере для наследования, как о хорошем человеке, как обучителе, как о ролевой модели, как о реформаторе, или они думали о том Иисусе, который произнес Нагорную проповедь. В своей Нагорной проповеди Иисус открылся нам как Мессия. Исполнение ветхозаветных пророчеств все указывало на Него. Он открыл более глубокий и настоящий смысл Ветхого Завета. Во-вторых, как тот, кто знает волю Отца. В-третьих, Сын Божий. Бог это Его Отец. В-четвертых, царь из Царства Божьего, который ожидает послушания. В-пятых, судья, который будет судить истинных и ложных учеников в Судный день. В-шестых, Спаситель мира, тот, кто определяет, кто падет в Царство Божье. А еще Иисус открылся как Бог. И как написано в притчах, начало мудрости, страх Господень и познание Святого это разум. Это притчи 9-10. Одно дело восхищаться Иисусом и совсем другое следовать за Ним как за Господом. Иисус заканчивает свою проповедь радикальным призывом подчиняться только Его Господству. Все откровение Слова Божьего указывает на Него. Он открыл нам истинное и более глубокое значение Ветхого Завета. Он открыл Своим слушателям волю Отца. А теперь Он предлагает им твердое основание и им нужно сделать выбор. Выберут ли они послушание Иисусу истинную праведность и Его Царство? Или же они выберут свою собственную религию, свой путь, свое Евангелие, путь самоправедности и гордости, который ведет к смерти? Будут ли они строить свою жизнь на Иисусе, надежной скале, или же позволят нынешним модным течением убаюкать их и оставить их неподготовленными к жизненным бурям и к самому страшному шторму из всех, судному дню. Иисус сказал, что в тот день недостаточно будет просто сказать «Господи, Господи». А еще Он сказал, что наше сегодняшнее решение имеет вечную значимость. Почему Он предупреждает нас? Потому что Он любит нас. Что выбрать? Иисус это надежное основание. Выбрать Иисуса это единственное мудрое решение.